На телеканале Саратов 24 время информационного часа. О главных событиях региона расскажу вам я, Анна Макарова. Вначале коротко о ключевых темах выпуска. Сделают красиво после жесткой критики главы региона. Валерий Радаев проинспектировал въезд в город. После увиденного дал несколько поручений. Какие планируются кардинальные изменения саратовских ворот? Необычный способ поговорить с властью о проблемах. Многодетные семьи Балакова вспахали поля, чтобы показать непригодность выделенных им земель для жилого строительства. Как балаковцы ведут борьбу за счастливое будущее? Подведем итоги недели. О самых обсуждаемых и наиболее резонансных событиях поговорим с гостем студии в программе «Прямая речь». Уже становятся традиционными. В Саратове вновь пройдут городские выходные. Жители и гости областного центра ждут развлечения на земле и на воде. Территория для мероприятий в этот раз сильно расширится. Не рассчитал высоту. В Ленинском районе Саратова под мостом на третьей дачной водитель грузовика «Ман» врезался в одну из опор автомобильной развязки. Повреждение получил и сам больший груз у него смяло кузов. Ремонт теперь пусть и незначительный и необходим также и самой эстакаде. По информации сотрудников отдела пропаганды городской автоинспекции, из-за аварии тут же образовалась пробка. Водитель подсчитывает убытки, так как в город он вез пищевую продукцию. По словам водителя, он рассчитывает на возмещение ущерба от дорожников, так как знак, ограничивающий допустимую высоту транспорта под мостом, незаметен за ветками деревьев. Сообщение о том, что депо электротранспорта, расположенное в заводском районе Саратова, собираются выставить на торги для дальнейшей застройки коммерческой недвижимостью, вызвало серьезный общественный резонанс. Участок на Арджиникидзе 26 сейчас выглядит как необустроенная территория. По словам сотрудников предприятия, еще в 90-х здесь планировали построить заводское троллейбусное депо, но сложные экономические условия той поры не позволили реализовать задуманное. Сейчас здесь расположена тяговая подстанция. Согласно размещенному в региональных СМИ ответу руководителя Саратовгорэлектротранс, именно эта территория, депо, и выставляется на торги, и это якобы никак не отразится на нормальной работе электротранспорта. Однако ситуация породила серьезный отклик в обществе. Своё мнение по поводу будущего электротранспорта в Саратове в связи с появившейся информацией высказал депутат Госдумы Николай Панков, а беспокойность выражают и горожане. Я считаю, что этот транспорт нужен, что совсем его, чтобы он не было, не нужно такого, потому что люди все-таки многие ездят на транспорте. Коллапс, транспортный коллапс будет в городе, если не будут ходить троллейбусы, трамваи. Без этого никак в нашем городе нельзя. Потом экологически чистый же вид транспорта, правильно? Это немаловажно для нашего города Саратов. Сохранить коленешный электротранспорт для нас это очень огромное значение имеет для города. Я хочу, чтобы вот были троллейбусы, трамваи. Я вот не люблю на газельках ездить, а вот на трамвае, на автобусе сядут, хорошо. Городу будет очень плохо, и он не выживет. Это самый экологически чистый транспорт, и везде в мире, и в нашей стране он большой развитие. И это муниципальный и социальный транспорт прежде всего, да? Как мы знаем, многие слои пользуются очень удобно. А если проведется по этому поводу референдум, я думаю, он поддержки не получит об отмене этих транспортов. В городе нет, точно. Люди с сожалением говорят о том, что от продажи участка может пострадать городской электротранспорт. Ведь он имеет важное социальное значение, поскольку востребован всеми, в том числе и жителями скромного достатка, студентами, пенсионерами, безработными. Жесткая критика за отсутствие благоустройства. Глава региона проинспектировал въезд в город со стороны Вольского тракта. И остался недоволен, увиденно. Дорожное кольцо больше похоже на пустырь, необустроенные и обочины. Плюс ко всему, Валерия Радаева возмутила огромная пробка со стороны трассы. Какие поручения были даны ответственным чиновникам, смотрите в следующем сюжете. Часть незаконных баннеров уже убрали, а оставшиеся демонтируют в самое ближайшее время. Это первое, на что обращает внимание глава региона, осматривая въезд в город со стороны Вольского тракта. Проблем много, поэтому их разбирает по порядку с представителями района и городской власти. Как и лишней рекламы, не должно быть зарослей травы и сухостоя на обочинах. Валерий Радаев подчеркивает, саратовские ворота должны иметь опрятный вид. Люди ездят, посмотрите, здесь должна быть культура. В ежедневном режиме порядка 4-5 сарей Валерий Васильевич работает. Собственниками семейных участков договоренность достигнута о том, что они виды работы произведут. То есть этот въезд будет, я думаю, в течение 10 дней полностью проведен в порядок. Идут дальше. Здесь два кольца. Одно из них абсолютно пустое. Эту зеленую зону Валерий Радаев предлагает украсить. Например, сделать здесь Альпийскую горку, как в юбилейном. То, что людям было бы красиво. Это основной въезд и основной выезд города. Понимаете, у нас не один, но он считается основной, самый бойный, самый большой. И здесь мы не можем, чтобы было вот такое безобразие. Пустырь какой-то, не пойми чего. Поэтому та клумба, она уже проведена в порядок. Ну вот сейчас мы там, я там посмотрел еще раз на въезде, где Саратов стояла. Ну просто замечательно. И не надо ничего придумать. Это вечно зато бой. Сделали вечно. Вот нам надо продумать эту часть, как она здесь будет работать. Замечает глава региона. И еще одну проблему. На въезде в Саратов возникла огромная пробка. Это из-за того, докладывают городские чиновники, что возле кольца укладывают асфальт после вскрышных работ на подземных коммуникациях. Такого быть не должно, подчеркивает Валерий Радаев. Говорит, в подобных случаях, где такой большой автомобильный поток, ответственным организациям необходимо бросать все второстепенное и направлять все силы на место происшествия. Самое главное, посмотрите, миллион автомобилистов. Миллион. Они едут каждую минуту и говорят, есть в городе власть или нет в городе власть. Другого ничего не говорят. Я не раз уже говорил, люди тоже знают и мы понимаем 100% из нас. 100, не 80, а 100 уже в участке, да, вы лучше меня знаете. Вот здесь он есть, мы говорим, это потерпит. Вот, на этом пятаке, здесь транспорт не идет. Но здесь, когда он нигде не проедет, вот, создаем коллапс всего этого въезда. Но неужели нельзя это сделать в чрезвычайном режиме? И зная вашу ответственность, это можно сделать. Также Валерий Радаев напоминает, что совсем недавно прошло совещание по вскрышным работам, где было поручено не оставлять без внимания даже самую маленькую коммунальную аварию. Искать возможности, создавать дополнительные бригады и делать все, чтобы решать проблему в кратчайшие сроки. Что же касается благоустройства, глава региона еще раз подчеркивает, все въезды в Саратов необходимо привести в порядок. И эти работы должны быть системой, а не показухой. Екатерина Заграничная, Георгий Спиридонов, Саратов-24. Всю неделю информационная служба Саратов-24 следила за новостями региона, каждый день рассказывая вам о самых главных из них. Итоги подведет автор программы «Прямая речь» Мария Смирнова. Ну а пока спросим у нее, о чем и с кем она поговорит в студии. Анна, приветствую. Всю неделю мы следили за самыми обсуждаемыми событиями, которые произошли в регионе и сегодня в программе. Расскажем о наиболее резонансных. Какие из новостей стали действительно сенсацией, а какие оставили наших телезрителей в недоумении, обсудим с главным редактором издания «Глаз народа» Дмитрием Олейником. Сомнительное предложение построить пляж в Затоне. Может, давние планы, наконец, станут реальностью? Точку в этом вопросе поставят саратовские спасатели. Неужели ремонт сетей водоканала не за горами, и жители перестанут страдать от постоянных отключений воды? И что изменит новый руководитель фонда капитального ремонта? Или ему тоже уготована судьба предшественников? Не пропустите. Смотрите программу «Прямая речь» сразу после выпуска новостей. Саратов сегодня. В Балакове многодетные семьи трактором выпахли изображение дома на земле, которую им дали для строительства жилья. Об этом сообщает местный портал «Суть». Акция была направлена на привлечение внимания к проблеме, с которой столкнулись жители. Землю для строительства им дали, а коммуникации не подвели. Из-за этого невозможно возводить дома. На выделенных участках отсутствуют все коммуникации – вода, электричество и газ. Их нет на всех территориях, где балаковским многодетным выделили землю. В 21-м и 4-м Б микрорайонах, а также в Натальино. Балаковские многодетные семьи не впервые пытаются привлечь внимание властей к своей проблеме. Они уже приглашали депутата Государственной Думы Российской Федерации Николая Панкова, который согласился им помочь. Суть акции такова. По заранее намеченному эскизу проехал трактор, и в итоге получился нарисованный дом. Дом, который мог бы здесь появиться, будь на этом участке коммуникации. Также они отмечают, что строиться и жить на выделенных участках многодетные семьи хотят. Вот только как это делать без коммуникаций? А прямо сейчас из Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Саратовской области на связь со студией выходит Анна Антонова. Она расскажет о происшествиях на территории региона за минувшие сутки. Анна, приветствую. Тебе слово. Приветствую Анну и начну с дорожно-транспортных происшествий. В Энгельсе Саратовской области на улице Трудовая перевернулся мотоцикл. По словам полицейских, авария произошла в 3 часа ночи. 29-летний водитель мотоцикла «Хонда» не справился с управлением и опрокинулся. В результате ДТП мотоциклист и 25-летняя пассажирка с различными травмами были госпитализированы. Попутчица позже скончала из больницы. В социальных сетях обсуждают гибель 25-летней Натальи Игутцевой, которая была пассажиркой разбившегося мотоцикла. Выяснилось, что девушка ехала без шлема, тогда как водитель был полностью экипирован. Накануне вечером в поселке Сухой Корабулак локомотив смертельно травмировал местную жительницу. 64-летняя женщина вместе с мужем и подругой переходили железнодорожное полотно в неустановленном месте перед приближающимся поездом сообщением «Красноярск-Адлер». Машинист подал световые и звуковые сигналы, но компания не отреагировала. Тогда было применено экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния поезд смертельно травмировал пенсионерку. Ночью на трассе Сызарин-Саратов-Волгоград произошло ДТП. Водитель за рулем автомобиля Рено Симбл, совершая крутой поворот, потерял управление. В результате он выехал на полосу встречного движения, где несколько раз перевернулся и съехал в кювет. По информации портала ЧП «Саратов», в результате ДТП никто не погиб. Пострадавшего водителя с различными травмами госпитализировали. И о пожарах. В Вольске в результате пожара пострадала женщина 1974 года рождения. Соседи увидели, как из коттеджа на две семьи идет дым, и позвонили в службу 01. Предположительно, женщина уснула на кровати с непотушенной сигаретой, от которой загорелись постельные принадлежности. С ожогами рук и ног ее госпитализировали в районную больницу. Всего за минувшие сутки по области произошло шесть возгораний. Одно из них в Саратове. Мы продолжаем следить за всем, что происходит в регионе. Анна, тебе слово. Спасибо, Анна. Это был обзор происшествий, которые случились на территории региона за минувшие сутки. Реликвия. Однако непонятно чья. Уже более 10 лет на станции Покровск в Энгельсе стоит уникальный правительственный вагон 1959 года. Но недавно представители РЖД заявили о том, что они собираются перевезти реликвию в Саратов в музей. Общественники недовольны. Почему? Узнаете в следующем сюжете. На столе телефоны правительственной связи, на обложках и снимках легендарные исторические личности. Общественник Валерий Ковлер, представляющийся руководителем музея «Забытая станция», рассказывает, что в этом вагоне ездили Хрущев, Брежнев, Ельцин и даже нынешний глава государства. Причем таких в России, по словам энтузиаста железнодорожного транспорта, осталось всего два из 12, выпущенных в 1959 году. Валерий Ковлер говорит, что делает все возможное для сохранения этого и других исторических экспонатов, поскольку считает себя ответственным за их состояние. Данные вагоны все переданы нам по акту управлением Московской железной дороги и управлением Юго-Восточной железной дороги, в которых конкретно сказано передать безразвездное пользование для сохранения подвижного исторического состава для станции Покровск и создания музея натурных образцов. Еще несколько месяцев назад, по словам общественника, в одном из залов исторического здания вокзала располагалась музейная экспозиция, средства связи, фонари, железнодорожная атрибутика. Но однажды люди из Приволжского управления железной дороги увезли все это, сославшись на решение суда. Сейчас Евгений опасается, что то же самое может произойти и с вагонами. Мы забили тревогу в силу того, что сюда приезжали с управления Приволжской железной дороги по вопросу утилизации этих вагонов. Для нас действия Приволжской железной дороги непредсказуемые. И просто-напросто они могут подогнать тепловоз, угнать эти вагоны. Это все было и остается реальностью. В железнодорожном управлении парируют. Обращение в суд – вынужденная мера, поскольку общественники не являются законными правообладателями исторических вагонов и прочих предметов. Господин Ковлер не предоставил Приволжской железной дороге на многократные запросы ни одного документа, подтверждающий право собственности на вагоны или на собрание вещей, которые располагались в вокзале Покровского. Любое лицо, которое предоставит документы, подтверждающие право собственности на данные вещи, может их забрать в любой момент. РЖД было вынуждено обратиться в суд, чтобы нам дали право собственности и мы могли как-то сохранить это культурное наследие. Железнодорожные чиновники также уверяют, что тоже преследуют благую цель. Правда, не исключают, что вагоны могут быть перевезены со станции Покровск в другое место. Речь идет именно о реконструкции. Ни о каком металлоломе речи не идет вообще. То есть реконструкция с целью экспонирована. Новая администрация Ангельского района, в отличие от прежней, которая самоустранилась от решения проблемы, также выражает заинтересованность в сохранении на своей территории уникальных свидетелей славной истории. Как известно, именно на Покровской земле приземлился первый космонавт Юрий Гагарин, который в 65-м году приезжал погостить Саратовскую область именно в этом самом вагоне. Наша задача совместно с жителями Энлеса сделать все возможное, чтобы это все сохранилось. Мы здесь чью-либо сторону занимать не имеем права. Мы должны по закону смотреть и оказывать содействие всем, кто хочет сохранить культурное наследие для нашего района. И, наверное, мы совместно с общественниками, с РЖД, наверное, у нас соберемся и найдем какое-то решение из этого вопроса. Нужно усадить их за стол переговоров и с нашим участием. Как считают патриоты Малой Родины, железнодорожная станция Покровск сыграла важнейшую роль в развитии Энгельса. Сейчас все стороны этого конфликтного процесса высказывают благие намерения. Осталось друг друга услышать. Александр Блонский, Роман Шельдяев, Саратов, 24. В Тамбовской области возбудили дело о мошенничестве с квартирами сирот. Подробнее об этом, а также о других новостях страны в дайджесте событий. Государственная Дума одобрила законопроект, устанавливающий возрастные ограничения для руководящих сотрудников медицинских учреждений. Возраст главврачей, их заместителей и помощников не должен превышать 65 лет. Как уточняется в пояснительной записке, достигшие этого возраста сотрудники медучреждений будут переведены на другие должности, которые соответствуют их профессиональной квалификации. В некоторых случаях закон предусматривает исключение. Срок пребывания в должности может быть продлен до 70 лет учредителем по представлению общего собрания работников организации. Закон вступит в силу с 1 октября 2017 года. В Тамбовской области следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве при исполнении государственного контракта на строительство домов для детей-сирот. Компания возвела в Мичуринском районе дома, в которых невозможно жить. Всего в рамках исполнения госконтракта были сданы 28 квартир. Все акты о передаче были подписаны. Однако после эксперты проверили квартиры и выяснили, что они не соответствуют ни нормам СНИП, ни проектно-сметной документации. По факту дома были просто непригодны для проживания людей. Виновные лица устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается. Режим чрезвычайной ситуации введен в приморском городе Уссурийск. Два дня край находился под властью мощного циклона. Дожди практически не прекращались. Реки вышли из берегов. Уровень подъема воды составил 120 сантиметров. В Уссурийске подтоплены частные подворья. Вода затопила нижние уровни частных домов и вошла в подъезды многоэтажных строений. Затоплены близлежащие колхозные поля. В администрации города создана комиссия, которая проводит оценку ущерба. Развернут пункт временного размещения людей, где организовано горячее питание для пострадавших. Чем славится Романовский район? С достижениями, которых удалось добиться в этом году местным жителям, а в частности аграриям, предпринимателям и творческим людям, отправился знакомиться глава региона Валерий Радаев. Что порадовало и как будет дальше развиваться район, расскажем в следующем материале. В этом крестьянско-фермерском хозяйстве, расположенном в поселке Товолжанской в Романовском районе, сахарная свекла – основная сельхозкультура. Но недостаточно просто выращивать ее, считает глава региона, приехавший сюда с визитом. Надо наладить производство готового продукта из этих корнеплодов. Загрузить надо 100% свою переработку, для того, чтобы могли гарантированно и экономически, возможно, решать ценовую политику на сахар. Но главная проблема, по мнению жителей поселка, в другом. Они жалуются, что плохо работает телефонная связь и отсутствует интернет. Глава региона гарантирует – вопрос вскоре будет решен. Не то, что поставить вышку одной фирмы или другого. У нас есть программа областная. Вы ее знаете, когда вы входите? Мы пока не входим. Вот, поэтому вы не знаете. В самое ближайшее время у вас 4, не помню, или 5 населенных пунктов как раз будут задействованы в этой программе. Поэтому это волокно, кабель волокно, который будет прокладывать до населенных пунктов. Соответственно, стабильность в плане интернета и связи у вас появится. Обходим крепкий производственный базис. В Романовке его формирует, в числе прочего, местный молочный завод. Предприятие способно перерабатывать до 30 тонн молока в сутки. Несколько лет назад его модернизировали при помощи господдержки. Сейчас продукция завода реализуется не только в Саратовской области, но и за ее пределами. Вы вот 5 лет развиваетесь, развиваетесь, развиваетесь. Мы не идем на консерванты, у нас только натуральная продукция. Далее глава областной власти знакомится с объектами социальной инфраструктуры. Посещает фельдшерско-акушерский пункт и дом культуры, где недавно модернизировали кинозал. Прием, сопровождаемый выступлением местных артистов, приводит главу региона к выводу. Романовский район – край талантливых людей. Завершился визит посещением библиотеки. Эллада Тайгеева, Александр Блонский, Саратов-24. Журналисты со всей России три дня гостили в Саратове. На базе юридической академии завершился конкурс телевизионных фильмов и программ «Мир права». Каждый год этот фестиваль собирает самых талантливых корреспондентов, которые готовят репортажи на правовую тему и активно сотрудничают с правоохранительными и надзорными органами. Этим летом заявки на участие пришли сразу из 50 регионов страны. В общей сложности жюри пришлось отсмотреть более 200 работ. Однако конкурсный отбор прошли далеко не все. В каждой номинации были представлены около 10 работ. Выйти в финал смогла и программа телеканала «Саратов-24» «Законный интерес». Ее включили в новую для этого года номинацию лучший телевизионный материал, посвященный проблемам экологии. Особо хотелось бы отметить работу нашего корреспондента Жанны Марченко, которая отразила и нашла материал, где действительно несанкционированная свалка функционировала долгое время в Энгельском районе. Она показала, какие беды, какие проблемы возникают для жителей этого района. И более того, рассказала, какие были приняты меры, чтобы с таким явлением бороться. Она рассказала о работе наших органов, органов прокуратуры. Поэтому мы надеемся, что общими усилиями мы сможем побороться с этой проблемой. Напомню, что программа «Законный интерес» – это совместный проект нашего телеканала и прокуратуры Саратовской области. В объектив камеры попадает то, что люди в форме обычно оставляют за кадром. Это опасные рейды, громкие судебные процессы, эксклюзивные интервью с нарушителями закона. Программа выходит в эфир уже пять лет. Ближайший выпуск смотрите в понедельник в 20.45. 29 и 30 июля в Саратове вновь пройдут городские выходные. Как отметили организаторы мероприятия, представители администрации Саратова, стоит задача сделать такую развлекательную программу, которая бы удовлетворила интересы всех жителей и гостей города. Так большой упор в выходные сделают на спортивные площадки. На набережной космонавтов, в Липках и на улице Волжская саратовские фитнес-клубы проведут спортивные занятия и зарядки, а также мастер-классы по фитнес-йоге. От Энгельса до Ротонды состоится заплыв спортсменов. На Волге пройдут чемпионаты по флайборду и вейк-серфингу. 29 июля крейсерские яхты будут курсировать от Старого моста Саратов-Энгельс до ресторана «Чародей». В Липках состоится блиц-турнир по шахматам, приуроченный к 40-летию Саратовского шахматного клуба. Для любителей пляжного футбола в этот же день пройдет тренировка клуба «Дельта», а также программу городских выходных включены областные чемпионаты по пляжному футболу и теннису. 29 и 30 июля с 10 утра до 8 часов вечера саратовцев будут ждать на городском пикнике. На этот раз он развернется на Волжской. От центра «Иллюминатор» до улицы Некрасова. Хотелось бы отметить, что стилистику мы сохранили. Та, которая наблюдалась, которую вы увидели все в мае месяце, когда мы проводили первый городской выходной. И пикник будет оформлен и проходить именно под тем же оформлением, что, я думаю, станет традиционным опять-таки на улицах города Саратова. Также в рамках городских выходных для всех желающих состоятся экскурсии «Романтический Саратов», «Купеческий Саратов», «Загадки проспекта Кирова», «Тропа», «Остапа Бендера». На улице Волжская будут проходить концерты, на которых для горожан споют известные саратовские коллективы и кавер-группы. Также на протяжении двух дней в центре «Пионер» будут проходить круглые столы и лекции, посвященные сохранению исторического наследия Саратова. Завершится программа праздничным фейерверком. Все шансы попасть на Олимпийские игры. Саратов уже в третий раз посещает Антонио Алива, знаменитый каратист из Испании. Побывать у него на уроке для любого спортсмена – большая удача. Кому из саратовцев повезло получить наставление всемирно известного тренера и как проходят тренировки, расскажет Анна Антонова. На корте звучит смесь английского, испанского и русского. Сегодня с воспитанниками клуба «Олимп-99» занимается всемирно известный тренер по каратэ – Антонио Алива Себа. Наставник более 40 призеров и чемпионов мира и Европы уверен, каратэ – это особый стиль жизни. Он способен стирать границы между культурами, языками и не только. Это способ совершенствования тела, ума и духа. Способ научиться уважать себя и уважать других. Любить себя и любить окружающих. Боевые спарринги, упражнения и персональные консультации. Но кроме практики, Антонио большое внимание уделяет и теории. В занятиях каратэ есть несколько ключевых условий успеха, считает он. И одно из главных – это удовольствие. Спортсмен должен любить то, что делает. А еще важно быть уверенным в себе. Уверенность – это прежде всего самоуважение, вера в себя. Если ты из Саратова, люби Саратов. Будь собой, не копируй другого. Антонио шутит, что в Саратове уже как дома. Впервые с программой тренировок приехал два года назад, в 2015. Тогда он провел первую серию спортивных семинаров для саратовских спортсменов. И уже тогда понял, что обязательно вернется. Я был очень близким другом мистера Асамата. Мы подружились на международных соревнованиях. И в то время я преподавал в Челябинске, Уфе, Москве и других российских городах. И он решил пригласить меня сюда, так как ему понравилась моя методика тренировок. Теперь мы продолжаем. Мы хотим сделать систематические занятия, рассчитанные не на неделю или месяц, а на два, три, пять лет. Теперь, когда карате стало олимпийским видом спорта, занятия с признанным зарубежным мастером – реальный шанс для саратовских спортсменов выйти на новый уровень. Но для этого нужно стать сначала лучшими в России, потом в Европе и, наконец, в мире. Даниэлу Камышову 16 лет, и 12 из них он занимается карате. Не раз становился призером областных и всероссийских соревнований. Однако Даниэл признается – начинать было непросто. Вначале пришел в клуб, ну, плакал, ну, не хотел сначала заниматься, как у всех детей. Потом уже начал тренироваться упорно, пошли какие-то результаты первые. Да, не сразу выигрывал, были проигрыши, но потом как начинались победы. Своими спортивными успехами Даниэл обязан клубу. Здесь, по его признанию, он нашел и поддержку, и команду, и даже семью. 15 октября Олимпу 99 исполнится 18 лет. Как признается его молодой директор, это достойный возраст. Для самой Дилии ее работа – это, в первую очередь, продолжение дела отца Азамата Норманова. По словам дочери, он вкладывал душу в карате и своих учеников. А теперь и она поняла, почему. Просто это было дело в жизни моего отца. И когда я его продолжила, наверное, я не то что влюбилась в этот спорт, я его полюбила всей душой. Потому что раньше я любила этот спорт как спортсмен. А теперь я могу со всех сторон видеть, насколько красив этот спорт, да, насколько он важен, значим в нашей жизни. Среди воспитанников Олимпа люди разного возраста. Есть и дети, и уже совсем взрослые. Это главная особенность карате. Заниматься им может каждый, было бы желание. А опытные тренеры клуба сделают все, чтобы мечта об участии в Олимпийских играх стала реальностью. Анна Антонова, Роман Шельдяев, Саратов, 24. А прямо сейчас мы расскажем вам о курсе валют от Газнефтьбанка. Курс валют представляет АО «Газнефтьбанк». Покупка евро сегодня в Газнефтьбанк 68 рублей 10 копеек. Продажа 69 рублей 20 копеек. Доллар «Газнефтьбанк» покупает за 58 рублей 60 копеек. Продает за 59 рублей 60 копеек. Курс валют действует на данное время. В течение дня курс может изменяться. Телефон в Саратове 34 00 41. Смотрите продолжение информационного часа на телеканале «Саратов-24». Эфир продолжит программа «Прямая речь». Итоги недели обсудим с главным редактором издания «Глаз народа» Дмитрием Олейником. Ну а я, Анна Макарова, говорю вам до скорой встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok